Сегодня это выглядит почти как фантастика, но когда-то главные политические мастодонты постсоветского пространства были за демократию и свободу СМИ. По крайней мере, в своих обещаниях. Вот, например, что говорил Александр Лукашенко. То, что происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит? Вранье идет, сплошное вранье. Я, опять же, не хочу упрыкнуть журналистов, которые там работают. Они просто задавлены. Вы же знаете, что сегодня устроили реорганизацию государственного телевидения. Если ты неблагонадежен, с тобой контракт не заключают. Что это за дикость? Это же пещерная политика в государстве. Средства массовой информации просто насилуются. Журналисты боятся, они же тоже люди. Когда я на своей шкуре испытал вот это давление и отсутствие всякой возможности иметь вот это окно в мир, я убедился, что телевидение надо иметь и негосударственное, и государственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажать. Невероятно. Но еще более невероятно звучат слова Нурсултана Назарбаева. Он предлагал британским журналистам провести несколько дней в Казахстане, чтобы убедиться в том, что это поистине демократическое государство. Вдруг у кого-то были сомнения. Обычно так бывает, когда первый раз посещают, значит, с вашего острова видится, что все постсоветское пространство, это средневековые, которые чуть ли не верблюдах ездят вместе с автомашинами. Вот вы проехали три государства, которые оканчиваются на Стан. Пакистан, Афганистан, прибыли в Казахстан. Надеюсь, вы можете сравнить. Ну и напоследок Владимир Путин. Еще премьер-министр, еще полон энтузиазма и ратует за свободу слова. Я глубоко убежден в том, что у нас не может быть абсолютно никакого развития, и страна не будет иметь никакого будущего, если мы подавим гражданские свободы и прессу. Вот это просто мое глубочайшее убеждение. Потому что это важнейший на самом деле институт, который гарантирует государство отскатывание в трясину тоталитаризма. Мы жили уже в условиях тоталитарной системы, и как бы она не приспосабливалась к внешнему миру, ничего не получалось в сфере экономики. Интересно выглядит на этом фоне международный рейтинг свободы прессы. Россия в этом году в нем заняла 150 место, Казахстан 155, а Беларусь 158 из 180 возможных.